...продукт, как его правильно продавать, как его продвигать, как делать так, чтобы появился слушатель. И вот когда появилась мысль, а почему бы не попробовать, то все вокруг люди сказали мне, ну что ты, ну куда сейчас создавать телеканал? Во-первых, а, это очень дорого, б, это очень сложно, большая конкуренция. При этом надо понимать, что телеканал делится на две такие серьезные части. То есть, есть фирменный телеканал, который мы все знаем в 20, там приблизительно, есть огромный-огромный спектр оба трусов, которые существуют вне эфирного пространства, которые работают в кабелях, в спутнике и так далее. И когда я думала про телеканал, я не могла даже, ну, замокнуться на то, чтобы сделать это в эфире, потому что я думала, что это невозможно, это, ну, это просто миллионы бюджета, а главное, что вряд ли мне кто-то выдаст так чистоту или ценности на обращение в эфире. Поэтому, как бы, вся конструкция, которая складывалась в свою главу, подразумевала наше вещание в кабельных сетях и в наших круглоплатформах. И практически не было ни одного человека рядом, который бы сказал, нет, можно попробовать, потому что всегда, если что-то начинаешь делать, надо просто говорить и делать. Поэтому я сама, значит, себя так настроена стала, я буду это делать. А дальше, значит, интересно еще быть такого классического предпринимателя, когда ты ничего не знаешь, ты не знаешь, как устроено это, ты начинаешь советовать, разговаривать с разными людьми и спрашивать, да вот как устроено вообще телевидение, потому что у меня телевидение было это телевизор, который стоит дома, и это видеокамера, когда ты вышел на какой-нибудь интервью и сел в студию. Да, вот все, на этом мое познание о телевидении заканчивается. И за где-то год я прохожу год, вот не знание ничего, вот не понимание ни процессов, ни технологий, ничего. Я приходила к компанию, которая строит телеканалы, говорю, ну, знаете, я бы очень хотела сделать телеканал, а как он, в каком формате? Я говорю, ну, это что значит форматик? Придумал, HD и SD. Я задавала прошлое такое, мне отвечали, я брала паузу, возвращалась, стала выдавать HD. Ну, и так было по каждому пункту. И где-то через полтора года у меня в голове создалась некая конструкция, картина, что я уже понимаю, что такое телевидение, я уже сделала большую работу по пониманию, как технологии встроены. У меня уже был такой документ с техническим заданием по созданию телеканала. При этом практически никто не задавал мне вопрос на эти встречи, а о чем это телевидение и вообще что это. И на вопрос, ну, а вот какие программы вы пытали, я отвечала, ну, знаете, я бы очень хотела, очень низкое, это честное телевидение и прямое эфирное. Вот на этом мое, опять же, понимание, что мы будем делать, оно заканчивалось. И вот, да, еще я точно знала, что должны быть открытые студии, открытые окна, открытые пространства для эфира, что в каждом сантиметре этого помещения, это некого будущего гипотетического телеканала мы могли бы снимать, мы могли бы использовать эту студию как трансформерную. Я тоже почему-то понимала, я не знаю, где это взяла, но я бы знала, что я так себе вижу телевидение. К моменту, когда мы начали обряд, я сейчас опускаю все моменты, которые были, которые приводили меня в ступор, потому что я понимала, что, например, вот, да, случился кризис восьмого года, который показал, что невозможно, знаешь, что вы делаете, потому что кризис резкий, банкротство банков, банкротство мужа, который рядом, который обещал свою поддержку, и ты понимаешь, что страшно, надо дальше, беременность и т.д., а при этом процесс уже пошел, ты уже создаешь, вдруг в этот момент ты понимаешь, что надо остановиться, сделать паузу и дальше не двигаться. Наступает состояние, знаете, когда ты уже мечтал, ты уже хотел, ты уже все придумал, когда уже ты увлек людей, уже за тобой пошли кто-то, кто рядом с тобой, и в этот момент ты понимаешь, что надо остановиться, потому что другу нельзя, ты останавливаешься. А почему становится страшно? На самом деле, я могу объяснять как угодно бить этими причинами, но страшно себе признаться, что вдруг у тебя не получится, а вдруг ты что-то не то делаешь, и вообще ты сейчас замокнулась на такую большую историю, а я еще не помню, большая или нет, но я понимала, что это что-то достаточно масштабное, и ты вдруг должен в какой-то момент, ну, то есть, извините, не обнажаться, да, вот здесь, не сказать трещи. И ты берешь паузу, потому что тебя страшно, объясняешь себя объективными причинами, и попадаешь в состояние такого жуткого стресса, потому что, потому что вначале не понимаешь, почему у тебя этот стресс, а в какой-то момент ты вдруг просыпаешься, понимаешь, у тебя же была мечта, ты хотел это сделать, и ты в этот момент как-то издречил, ты испугался. И когда я это осознала, ну, я была, что все, у меня нет, как бы, у меня нет права на испуг, я уже это начинала, я это начинала, я это начинала. Я пошла дальше, и оно стало получаться, я ходила во время стройки, дальше я продолжала кормить своего ребенка во время стройки, а параллельно с этим как-то мы нашли совершенно там другое помещение, которое уже было в другом бюджете, и мы могли себе позволить с учетом там кризиса, который случился. Потом мы пришли в здание Красного Октября, где мы увидели открытые эти окна, я увидела, это будущий телеканал, потому что он просто пустой цель шоколадной фабрики, и я поняла, что вот здесь должен быть телеканал, и мы за полгода, хотя до этого было нам почти два года, как предварительно медленная работа, понимание того, что мы делаем, за полгода строим телеканал. Стройка, да, и возникает опять, я чуть-чуть сумбурно, потому что длинный путь, и хочется его шагами, но показать, как важно не сдавать. Наступает момент, когда у тебя все заказано, когда заказано оборудование, ты вместился в свой этот бюджет, ты расписал эту технологию, ты потратил на это огромное количество сил и времени, весь этот технический талант, я лично сама каждый промо проходила, вот я сожжал с инженерами, говорила, а вот это для чего, вот это для чего, а вот это для чего, а вот это для чего, а мы объясняли, аргументировали, я с чем-то соглашалась, с чем-то нет, таким образом мы построили, оптимизировали комплекс. В какой-то момент, когда уже все было заказано, когда шла стройка, когда был ремонт, когда уже нам касалось, вот уже все близко, на одной из встреч технических нам говорят, вы знаете, все здорово, все очень хорошо, у вас есть железо, вы подготовили уже ТЗ, для дальнейшей работы, но у вас нет софта, какого софта? Говорит, ну вы же строите бизнес, отличные технологии, вы же строите цифровое телевидение, должен быть софт, который будет этим этим управлять, я говорю, и, говорит, ну, это еще, иначе мне обозначать бюджет, а это в два раза больше чем-то, что уже было заложено на покупку жизни, но мне нет этих денег, я понимаю, что вот у меня еще что-то есть на запуске, а этого нету, я говорю, что делать, они говорят, ну, не знаю, я лечу на выставку международную телевизионную оборудовую, беру с собой специалистов, которые, значит, понимают, как я иду по этой выставке, и вдруг выясняется, что не просто, у нас нет бюджета на этот софт, который, в общем-то, нам необходим, потому что, значит, это железо нам не нужно, а самое главное, что в тот момент для HD, для Newsroom, HD-шн, не было решения, что в природе не существовало, то есть все крупнейшие производители изготовлены, говорят, мы по разработке, потому что здесь HD, новые технологии, у нас нет этих решений, а у меня стройка уже идет, ну, то есть я, опять, ну, тут я вспоминаю свое то состояние, когда я вспомнила так, девочка, ты не имеешь на работу сдаваться, ты не можешь позволить себе испугаться, и ты берешь себя в руки, ты находишь, ты понимаешь, что ты должен, ну, то есть, как бы, ты не имеешь права не найти, находится маленькая, как это совершенно, там, компания, итальянская, которая вдруг говорит, ну, знаете, у нас есть такое решение, и при этом, так как это итальянская, никакой не известная компания, цена этого решения, так как говорят, ниже, чем предлагают большие производители. Я крылетно, значит, беру все эти документы, на этой выставке, там, так, я приезжаю в Москву, я друг к поставщикам нашего железа, собственно, кто делает комплекс, и говорю, ребята, я все нашла, софт есть, вот документы, вот я все, пожалуйста, соединяйте, договаривайтесь с ними, и начинаете интеграцию в комплекс, собственно, начинаем работу по интеграции железа и, ну, собственно, по производству. Они смотрят, говорят, на этот софт, говорят, вы знаете, будет все здорово, но мы не будем с этим софтом работать, тоже мы, а, не знаю, вот там, мы не уверены в том, что все заработает, и то, что они нам дают, у него такой гарантии, и мы подписываться под это не будем. Значит, я иду по рынку, по российскому, я иду по айтишным производителям, по создателям софтов, таким, таким, встречаюсь, и посмотрю, вот деньги, вот решения, вот железо, через полгода должен быть готов телеканал, мы должны с вами это сделать, мне говорят, да, да, конечно, сейчас мы проработаем, все посчитаем, так 3 месяца, значит, а при этом стройка идет, и все идет, уже, опять же, все вокруг меня идут, их немного, они говорят, ну, послушай, но, как бы, либо надо на год взять паузу, ну, то есть в году, потому что раньше не было решения, либо, ну, непонятно, что делать. Значит, решительность. Рядом сзуна называется технический директор, которому я безумно благодарна, это был один из тех редких мужчин, извините, это без хорошего смысла, который, который не побоялся взять за мной ответственность. Я вам сказала, ты знаешь, как мы сами все соберем, давай купим этот итальянский софт, давай купим это железо, давай возьмем IT-шников, сами все это сделаем, мы сами соберем. Я готова вам такое решение, но я не могла принять, потому что я не смогла бы собрать эти железки. И когда рядом находится человек, который говорит, да, давай, делаем, спасибо, мы начинаем дело, через полгода у нас готов телеканал. И мы сделали все вопреки всех модернах телевизионов, у нас открытая студия, с открытым микрофоном, это все то, что нельзя было делать. Все телевизионные профессионалы, которые приходили к нам и должны были проверить наше ТЗ, потому что я приглашала, мне же нужно было подтвердить, что мы правильно все делаем. Они смотрели, говорят, мы не будем подписывать под вашим ТЗ, потому что в открытой студии вы работать не сможете, вы построите стены, окна, вы обязательно через такое время закроете, сделаете, туда поставите экраны, потому что так все делаем, какой смысл, значит, вам в открытых окнах работать, меняете освещение. Вы никогда не сможете работать в том пространстве, как вы хотите, потому что у вас все будет звонить, и так далее, и так далее, и вообще все нельзя. Но тут я уже понимала, что я так чувствую, как хочу, поэтому так можно, люди так будем делать, вы это сделали, и оно заработало, и заработал собственность, и все заработало. И я подумала, какая же я рада, что я не сбивалась, все здорово, вот у меня уже все получилось, технический директор говорит, мы завтра можем включить камеры, и в этот момент вдруг я не понимаю, что камеры мы включаем, телеканал мы построили, а о чем будет телеканал, какой он будет? Мы это не придумали. Почему не придумали? Потому что последний вот этот год мы занимались только тем, что мы строили, искали софты, собирали железо, строили сигнализации, кондиционирование, ну, то есть все то, что должно было позволить в этом комплексе работать. Вот, и здесь случилась, конечно, шуткая такая, знаете, пауза для себя внутри, но комплекс-то готов. И, в общем-то, когда мы мечтали, когда я мечтала про телеканал, то я мечтала же про некий продукт, который будет, да не про то, что я железом буду заниматься. Вот, принимается очень смелое решение, это, против которого были все мои коллеги, что мы, раз у нас уже есть камеры, значит, если у нас уже есть возможность выдать картинку в эфир, я говорю, давайте мы включим камеры, давайте мы позволим себе строить телеканал и создавать его на глазах у зрителя, пусть даже совсем небольших. На тот момент я была договорена с двумя кабельными операторами. Московскими — это «Акадо» и «Стрим». «Акадо» вас включает, не боится, потому что контента нет, нет готового продукта, а есть только такое практически зазеркалье по-настоящему, настоящий процесс создания телеканала. Все совещания, все тракты с ведущими, все переговоры с будущими рекламодателями, когда-то делаются в эфире. И так мы работаем там месяц, наверное. И, конечно, начинаем...